Рад всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Речь у нас сегодня с вами пойдет о презентации компании Skyway Capital. Будет пару новостей, точнее скажем так, информации, наверное, больше, касаемо ближайших мероприятий, которые должны у нас состояться вот-вот в ближайшее время, то есть касаемо и выставки, которые будут проходить в Москве, презентации. Но обо всем по порядку. То есть речь у нас пойдет также в том же формате, то есть первая часть нашего вебинара будет состоять из информации, касаемо струнных технологий, струнного транспорта, истории кратко. То есть человека, который это все дело закрутил в свое время, и тот появляется сегодня нашим руководителем и генеральным конструктором технологии. Вторая часть пойдет о тех пакетах, которые есть в компании Skyway Capital, возможностях, которые предоставляются фактически абсолютно любому человеку, стать совладельцами высокодоходного бизнеса, даже можно так сказать, при этом затрачивая небольшие денежные средства на основе микрофинансирования. То есть здесь есть возможности на любой вкус, на любой кошелек. Начнем мы, как всегда, с презентации технологии, разработанной Анатолий Даровичем Ленинским, потому что всегда, когда выводишь на рынок что-то, нужно знать, чего ты непосредственно выводишь. И, конечно, нельзя пройти наши презентации мимо информации о создателе струнных технологий, о человеке, в голове которого родилась идея неракетного освоения космоса в конце 70-х годов. И именно, скажем так, в процессе реализации первой идеи Анатолий Даровичем Ленинский пришел к идее струнного транспорта, к идее струнных технологий, которые применимы не только в транспортной сфере, о которой мы говорим в основном, но также струнные технологии применимы при строительстве аэропортов, взлетно-посадочных полос, точнее аэропортов, аэродромов, мостов. Это струнные порты, которые могут быть вынесены в экваторию, естественно, скажем так, глубин морей, океанов и крупных озер. Это строительство высотных зданий и зданий коттеджного типа. Ну и, конечно же, это транспорт второго уровня, о котором мы с вами сейчас будем говорить, о котором мы посмотрим в ролике. То есть струнные технологии, довольно, скажем так, широкий спектр применения данной технологии. Анатолий Даровичем Ленинский начал заниматься внедрением и разработкой данной технологии в конце 70-х годов. Родился он на территории Советского Союза. Это бывшая Белорусская Союзная Республика, БССР, Гомельская область. Поэтому мы его на слайдах и везде на презентациях называем советским, белорусским, российским ученым, предпринимателем, изобретателем, руководителем бизнеса. То есть он занимался целым рядом бизнесов, деньги и прибыль от которого реализовывал, использовал, точнее, над реализацией своей технологии под названием сейчас SkyWay. То есть до 2013 года где-то это называлось струнной технологией. А потом, после оценки интеллектуальной собственности Анатолия Даровича Ленинского, после того, как было принято решение привлекать инвестиции посредством краудинвестинга в реализацию нашего проекта, данная технология получила название SkyWay. Небесные дороги, то есть Sky-небо, Way-дорога. Анатолий Дарович в 80-м году прошлого столетия стал членом Федерации космонавтики СССР. Эта структура, которая одна из первых признала всю перспективность, скажем так, разработки и внедрения данных технологий на территории Советского Союза, за время своей научно-инженерно-конструкторской деятельности Анатолия Даровича Ленинского, 140 изобретений, несколько десятков из которых сегодня на практике уже реализованы в целом ряде направления развития промышленности и сельского хозяйства. Анатолий Дарович автор 18 монографий, у него более 200 различных научных работ. С большим количеством материала вы можете познакомиться непосредственно на сайте инженера Ленинского, как мы это называем. Там есть огромный, скажем так, пласт информации касаемо технических аспектов технологии SkyWay. Там есть экономическое обоснование, почему использовать данную технологию на сегодня намного более выгодно, чем все те транспортные системы, которые сегодня, скажем так, потребляют огромное количество ресурсов, энергии, денег и так далее. Ну и в принципе, если говорить о транспортных технологиях в целом, то все четыре транспортные системы использованы человечеством на протяжении уже точно более 100 лет. Все четыре, а некоторые тысячи лет. Их нельзя назвать абсолютно безопасными, абсолютно, скажем так, комфортными, высоко скоростными. И как любит говорить Анатолий Дарович, еще низкий, скорость развития информации за последние 200 лет возросла в миллионы раз фактически. Скорость перемещения человека по планете немножечко ускорилась. Потому что скоростные автомобили были в начале 20-го, которые развивали скорость до 100 километров и более. Поэтому с целью того, чтобы хотя бы хоть немножко успеть за скоростью передачи информации, мы сейчас внедряем технологию под названием SkyWay. Анатолий Эдуардович Юницкого три высших образования. Это инженер транспорта, патентное право изобретательства, проектирование, строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Все знания, полученные из обучения, то есть то, что получено на практике, сегодня он применяет технологии под названием SkyWay. Преимущества технологий по отношению к транспортным системам, которые я сейчас кратко назову. Автомобильный транспорт начинает с момента проектирования автомобиля, его создания, выхода на дорогу, обслуживания на всех всевозможных структурах, связанных с автомобилем транспортом, до окончания его жизни, то есть утилизации. Это железнодорожный транспорт со всеми же теми же перечисленными структурами системы обслуживания. Это заводы, которые выпускают тепловозы, электровозы, вагоны и так далее. Рельсы, то есть огромное количество, огромная индустрия. Это воздушный транспорт, который также входит от конструкторских бюро, которые разрабатывают новые типы самолетов. Вы знаете, самолеты есть, летающие на ближнее расстояние, средне-дальняя авиация, дальняя авиация. И по сути дела большинство, скажем так, этих самолетов где-то, наверное, убыточны. Хотя, вы знаете, глядя на то, на цены, которые есть на перелеты в Европе, и сравнивая с ценами, которые есть в России, например, все время удивляешься. Неужели они летают на разном топливе? Или, может быть, в Европе самолеты летают без топлива и просто машут крыльями, как птицы? Потому что стоимость в билетах просто сумасшедшая порой была. Далее, это водный транспорт, который, кстати, те люди, которые жили в Советском Союзе, может быть, помнят. То есть, в принципе, по нашим рекам, озерам, маям передвигалось огромное количество водного транспорта. То есть, это были, скажем так, теплоходы, перевозящие людей, экскурсионные, рейсовые. Это были там ракеты и метеоры, которые передвигались по основным пресным водоемам. Это были кометы, которые передвигались по нашим морям. По крайней мере, я помню, в Черное море можно было добраться, скажем так, с того же Батуми до Одессы за несколько часов, чтобы сейчас добраться на поезде. Вы представляете, как нужно по суше объехать, скажем так, огромный кусок земли, когда можно было бы наперекосяк, скажем, напрямик, из одного конца в другой переплыть на вот этой самой комете. Но время, скажем так, ушло. Очень большое количество водного транспорта не стало. Хотя у нас остались места в той же Российской Федерации, где, по сути дела, в населенные пункты можно добраться только по рекам. В Сибири таких много населенных пунктов. Летом они ощущают себя лучше, потому что к ним могут доплыть на пароходах, доставить товары народного потребления, просто люди могут перемещаться. Но зимой может быть проще, потому что зимние дороги и так далее. А летом в те места проехать на поезде, на автомобиле нельзя, потому что нет дорог, не позволяет, скажем так, местной строить там дороги. То есть все виды транспорта, которые я вам сейчас сказал, помимо водного, воздушного, железнодорожного и автомобильного, у нас есть еще, скажем так, космическая отрасль, назвать ее транспортом, наверное, было бы неправильно. Потому что в первую очередь данное направление используется у нас для нового. Так вот, все, скажем так, негативные моменты транспортных систем, которые на сегодняшний день существуют, потому что недостатков очень много, нельзя транспорт назвать абсолютно безопасным, его нельзя назвать экологически чистым, нельзя назвать и погодным, и рельефным. Данные проблемы решают технологии, которые разрабатывает и внедряет на сегодняшний день Анатолий Дарвич Юнисский еще порядка двух сотен специалистов, находящихся у нас на территории города Юниска, в нашем научно-конструкторском предприятии. И вот для того, чтобы понять, что я из себя представляю технологию, я просто-напросто сейчас включу ролик, который в течение 70 небольших минут вам расскажет и о технологии Skyway, что она из себя представляет, и даже кратко, скажем, даст информацию, чем занимается компания Skyway Capital. Я же на время вас оставлю, и потом просто с вами расставим точки наду, поговорим о динвестиционном предложении компании Skyway Capital, я озвучу информацию, касаемую, скажем так, новостей, которые у нас есть на сегодняшний день. Ну и дальше, если будут какие-то вопросы, я на них отвечу. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Юнибайк – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем «Иннотранс», участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – «Юнибус» и «Юнибайк». Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке «Иннотранс-2016» и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов «Financial IT» и «FinFuture», технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка «Иннотранс-2016» ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого, и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, ролик достаточно прост, красочен, продемонстрировал, что из себя представляет технология, разработанная Атолий Дорчевым и низким, и даже захватил, скажем так, некоторые веки развития нашего проекта вот за последние, наверное, пару-тройку месяцев. Рады, что присоединились нам люди, на территории которой, скажем, где они проживают, находится некоперерабатывающий комбинат, ну и одна из воздушных гаваней Москвы, свежая, вот так недавно открывшаяся. Мы же с вами будем двигаться дальше по нашему вебинару. Краткая история, совсем кратко, да, то есть мы с вами сегодня находимся на четвертом этапе развития струнных технологий в целом. И в ролике об этом говорилось, что группа компаний Skyway с 2014 по 2017 год существует четко проработанный бизнес-план, состоящий из 15 этапов. Каждый из этапов подразумевает выполнение определенных работ, с целью выведения данной технологии на мировой транспортный рынок и на рынок инвестиций с теми долями компании, которые сегодня может приобрести каждый человек. Мы сегодня находимся на восьмом этапе развития. И как было сказано в ролике, на каждом этапе венчурная премия, она снижается, потому что рисковость инвестиций в проект под названием Skyway с каждым днем становится все меньше и меньше. Те люди, которые поверили в 2014 году, когда была на руках только документация, да, и подтверждение видеороликов, достаточно большого количества видеороликов с центральных каналов телевидения, из новостей. Это период был как раз-таки 2001-2009 год, третий этап развития струнных технологий, когда о технологии Ямитска узнал весь мир, потому что у него в это время был полигон в подмосковном городе Озеры, и помочь тройке этот полигон помог Александр Ребедь, который проникся данной технологией и понял, что вот это решение транспортной проблемы для огромного количества регионов Российской Федерации, в первую очередь для его Красноярского края, губернатором которого он был. Во время существования полигона в подмосковном городе Озеры вообще планировалось построить дорогу от Озер до Москвы. Была построена 170-метровая эстакада металлическая, по которой взбирался 12 тонн, более чем 12 тонн, ЗИУСК-31 и стальных колес у двухреборных. Возможно, кто-то из вас уже видел видеоролики, касаемые то, что у Анатолия Дарченицкого был тестовый участок в подмосковном городе Озера. Если вы еще не смотрели данный ролик, можете на наших сайтах его разыскать, на наших каналах в Ютубе, компании Skyway Capital, сайта юницкого.ком, то есть есть видеоканал Анатолий Юницкий на Ютубе.ком. Там изложено большое количество информации, большое количество людей, материалов. В это же время на третьем этапе развития струнных технологий о технологии Юницкого узнал весь земной шар практически, потому что целый ряд международных делегаций посещали территорию полигона в Озерах. Целый ряд государственных структур, эксперты данных структур давали свои экспертные оценки и заключения по технологии, которые разработал Юницкий. Во время существования полигона было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, в разных, скажем так, погодных условиях был проверен данный транспорт, его надежность. И данные структуры, целый ряд структур, точнее государственных, привязанных к транспорту, давал свои экспертные оценки. Вы можете найти перечень этих структур также на сайте Юницкого. Кое-какие вы увидите на слайде нашего вебинара буквально через минуту. Что еще хотелось бы отметить? То есть полигон сыграл свою положительную роль. К сожалению, скажем так, после заключения даже целого ряда государственных контрактов о строительстве дорог в целом ряде регионов Российской Федерации, на госсовете, который вел президент страны Дмитрий Медведев, на котором присутствовали губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профилактических министерств, технология была представлена губернаторам Ульяновской области с предложением внести ее список критических с целью развития на территории Российской Федерации. Но после того, как закончилось мероприятие и было дано распоряжение Минтрансу изыскать около миллиарда рублей на развитие технологий, полигона не стало. До третьего этапа был второй этап, во время которого Юницкий занимался в первую очередь, работал с аэродинамикой будущего подвижного состава. Было проведено большое количество опытов в аэродинамической трубе, в научной школе, которая была создана в Санкт-Петербурге. Кстати, на втором и на третьем этапе Организация Объединенных Наций и ее эксперты давали заключение о перспективности использования данной технологии и ООН выделял денежные средства. То есть первый грант был получен в период с 1995 по 2000 год на втором этапе развития струнного транспорта. И второй грант был получен во время существования полигонов подмосковного радиозора. На первом же этапе, который был самый длительный, как это всегда бывает, то есть идея должна сформироваться, то есть ракета должна начать взлетать и больше, наверное, всего энергии и топлива тратится на старт. С 1977 по 1994 год был первый этап, когда была первая научная публикация, первая заявка на изобретение. Прошла в 80-х годах на территории Беларуси первая научно-проактивная конференция, на которой присутствует целый ряд героев Советского Союза, космонавты, потому что члены Федерации космонавтов СССР принимали участие в данной конференции. Был получен грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. То есть это и кратко, если говорить об истории. Мы же находимся на четвертом этапе. То есть после многочисленных переговоров, после того, как не стало полигона, с людьми мира бизнеса, с людьми, представляющими административный ресурс целого ряда, скажем так, администрации Российской Федерации, не только, Анатолий Дарвич Черницкий принял решение оценить свою интеллектуальную собственность, в принципе, как говорилось в ролике, да, она была оценена свыше 400 миллиардов долларов США, на основе интеллектуальной собственности было зарегистрировано предприятие на территории Великобритании, фирма, компания, и было принято привлекать инвестиции по средствам трат-инвестиций. Мало того, людям еще предоставили возможность, помимо того, что они умели очень высокую, скажем так, венчурную прибыль, да, назовем это так, то есть многократный доход своих денежных инвестиций, потому что на первом этапе минимальный уровень доходности по пакетам, которые у нас были, составлял 250 раз, максимально полторы тысячи раз. То есть денежные средства могли увеличиваться, предполагаемая цена каждой отдельной взятой акции, отдельной взятой доли к 2017 году, к концу 2017 года, моменты выхода на мировой транспортный рынок, 1 доллар США. То есть уровень доходности очень высокий. Сегодня, как я уже сказал, мы на восьмом этапе, сегодня мы близки к тому, чтобы показать данную технологию, и все это состоится буквально уже в считанные дни остались до демонстрации. На данном слайде вы видите структуры, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Это далеко не все, это не полный перечень структур, но в первую очередь это Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Министерство экономики и транспорта, Российская Инженерная Академия, еще целый ряд структур, которые видны здесь на слайде, Гострой России и так далее. За все время существования и разработки технологий было получено Анатолий Берлевич в порядка 50 подтемках на те ноу-хау, которые он не использует, и порядка 40 международных дипломов, наград на различных крупных международных форумах, выставках, посвященных тематике транспорта, в которых принимал участие Анатолий Берлевич Еминский. 14-й год был, скажем так, ключевым, годом, скажем, создания, годом основания, и ключевым моментом 14-го года было создание нашего научного производственного предприятия, которое сегодня у нас работает в городе Минске. Это состоялось после международной конференции, прошедшей в мае в Беларуси. 15-й год, который стал переломным, потому что именно в 15-м году определились с участком местности, на котором планировалось строительство, сегодня это называется, Экотехнопарк, либо Центр демонстрации сертификации Skyway. Далее, именно в 15-м году заработала компания Skyway Capital, 24 февраля была первая презентация. Был проведен целый ряд ключевых переговоров с потенциальными партнерами из стран Латинской Америки и Аравийского полуострова, в первую очередь Аминон Арабский Эмират. В июне месяце состоялся аукцион, на котором участок местности бывшего танкодрома 36 гектар в Минской области в Пуховичском районе недалеко от города Марина Горка был закреплен за предприятием струнной технологии генеральным директором которого является Анатолий Дарвич Юницкий. 29 июня была сделана запись в едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. Далее, в июле состоялись первые работы. Это был субботник по наведению порядка на территории Экотехнопарка. Как я сказал, это бывший танкодром заброшенный. И в конце июля начались первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка. А в августе началось уже строительство, то есть началось рыче первого котлована под Мариной Горкой. Сегодня там идет, осуществляется строительство трех трасс. Это городской трассы Skyway, легкой трассы Skyway и грузовой трассы Skyway. Далее, чем еще интересен 2015 год? Тем, что в сентябре специалистами нашей компании был получен международный идентификационный код ценной бумаги. Это процедура, которую проходит компания, планирующая выводить свои доли либо акции на крупные международные биржевые площадки. И в сентябре же месяц состоялся первый приезд Родо Хука экс-министре транспорта, который увидели в ролике, который представлял нашу компанию уже на мероприятии на транс. Он первый раз увидел Анатолий Дарачио Ницкого, он познакомился с ним, посмотрел, что было проделано на тот момент и, понимая, что такое транспортная отрасль или крупные инфраструктурные проекты, он принял твердое решение развивать данную технологию на территории Австралийского континента. Также в 2015 году в октябре состоялась процедура закладки нулевого километра Skyway на территории Этатехнопарка, была проведена международная конференция, было несколько десятков наших инвесторов, перед которыми Анатолий Дарачио Ницкий по сути дела отчитался о проделанной работе на тот момент и рассказал о планах, которые нас ждут в 2016 году. Далее, в конце ноября 2015 года руководство группы компании Skyway пришло к решению использовать новый инвестиционный продукт в своей деятельности, привлечения инвестиций это приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Это стало удобно нашим партнерам, потому что они могут ежемесячно инвестировать незначительные денежные средства в наш проект на выходе получить большой пакет долей компании, а для компании это выгодно наперед мы можем видеть на 8, на 9, на 10 месяцев заглядывать, какие деньги к нам придут и соответственно от этих денег отталкивать мы можем планировать те работы, которые входят в каждый этап развития технологии Skyway. 2016 год вы в ролике видели то есть одним из знаменательных событий стало в 11 февраля нашего вот этого года текущего признание нашей технологии Министерством экономики по Министерствам транспорта Российской Федерации инновационно. Перед этим было написано письмо в начале года Дмитрию Медведеву о том, что спасибо Дмитрию Анатолию за то, что обратили внимание на технологию в 2009 году и те, кто смотрел этот ролик там Медведев спрашивает деньги найдете на развитие технологий так вот Анатолий Дарвич писал это письмо и сказал, что мы деньги нашли приглашаем вас в конце этого года посетить территорию этого технопарка который мы строим в Республике Беларусь и увидишь что из себя представляет данный транспорт о котором речь идет уже на протяжении 39 лет ни много ни мало хотя это в принципе для транспортной технологии очень небольшой срок тот же экспертный совет на своем рабочем заседании в марте месяце признал технологию перспективной для развития на территории Российской Федерации сейчас специалисты Минтранса внимательно судят за всем тем что происходит на территории Республики Беларусь активное участие принимает один из замминистров транспорта Российской Федерации который активно содействует Анатолию Дарвичу Реминскому они знакомы давно сейчас вот фамилию закругляюсь его назвать но тем не менее есть люди которые тоже скажем так понимают что на территории Российской Федерации важность данной технологии очень высока в планах руководства нашей компании на 16-й год было строить городскую трассу Skyway трассу для юнибайков идея кстати транспорта родилась уже в процессе движения нашей компании с 14-го года то есть по сути дела она ближе к 15-му году наверное сформировалась что у нас можно делать транспортное средство легкое которое будет использовать и скажем так физическую силу людей и передвигаться с большой скоростью оно удобно будет с точки зрения скажем например используется в индустрии спорта либо например в туризме потому что можно в таких транспортных крестах передвигаться каким-то маршрутом озирать окрестности и получать огромное удовольствие кстати на выставке на трассе о которой шла речь буквально два слова я еще скажу из многих стран специалисты интересовались именно юнибайтами потому что их заинтересовало использование именно например в туристической сфере развития туризма в тех странах которые планируют это использовать так вот в 16-м году помимо строительства городской легкой и началом и потенциально окончание строительства грузовой трассы Skyway на территории Экотехнопарка руководство нашей компании планировалось скажем так участвовать в двух мероприятиях первое создать самим и оно прошло с успехом 23-24 апреля в городе Минске и на территории Экотехнопарка было более 700 инвесторов целого ряда стран которые своим глазами видели что на тот момент проделана компанией Skyway на плане реализации технологии вывода на мировой транспортный рынок к 2017 году и также в феврале месяце руководство нашей компании получило приглашение от устроителей крупного транспортного мероприятия которое проходит раз в два года на территории Берлина под названием Минотранс в ролике вы видели там посвящено даже не одна минута тому что прошло данное мероприятие и с успехом прошло первое мероприятие и второе то есть из 2900 компаний которые принимали участие почти 2900 на территории Иннотранса мы вошли в 60 наиболее посещаемых стендов то есть это очень серьезный результат параллельно кстати перед самым началом выставки Иннотранс нас заметили как говорится из Белоруссии и на имя генерального директора предприятия струнной технологии пришло приглашение участвовать в международном мероприятии под названием Белорусская транспортная неделя либо транспортная логистика 2016 она прошла в Минске с 4 по 6 октября там были представители 80 компаний из 9 стран в том числе и технология под названием точнее предприятие струнной технологии с технологией Skyway которая уже позиционировалась как белорусская технология потому что уже средства массовой информации Белоруссии в целом ряде вышла информация о том что компания струнной технологии с технологией небесных дорог приняла участие успешно в международной выставке на транспортном и так далее и так далее наш тенд на выставке которая прошла в Белоруссии в Крытом Манеже на проспекте Победителей посетили министры транспорта Литвы, Польши и Белоруссии и в том числе был первый заместитель премьера Республики Беларусь который ознакомился с нашим стендом пообщался с Анатолием Даровичем Ленинским вы можете найти ролик где Анатолий Дарович передает документы касаемо нашей технологии приглашает посетить демонстрацию которая у нас будет проходить осенью на территории Эпотехнопарка данной технологии и заручился поддержкой в ходатайстве перед президентом Республики Беларусь о выделении 15-километрового участка продления его в цели демонстрации в 17-м году возможности высокоскоростного SkyWay то есть нам нужно разогнаться до 500 км в час и успеть затормозить следующая неделя ознаменовалась двумя мероприятиями которые проходили первые в Беларуси так называемый Белорусский энергетический экологический форум в нем принялись скажем так участие компаний из 14 стран около 300 организаций компаний и по опросу людей гостей этого мероприятия которое делалось организаторами данной выставки было выявлено что наш стенд был самым интересным то есть это не мы придумали да это не наши скажем так опросы ставили специалисты это делали организаторы данного мероприятия где-то через 10-14 дней дали информацию о том что наш стенд был самым интересным параллельно в городе Мельбурне проходило мероприятие которое было отдано в этом году на откуп Австралии называлось оно интеллектуальной транспортной системой в данном мероприятии имели право участвовать компании и фирмы которые представляли транспортные системы либо какие-то виды транспорта полностью автоматизированы автоматически то есть без участия людей и вы понимаете что наши технологии как раз здорово вписываются в данные требования технологию представлял Родхук который возглавляет нашу австралийскую компанию и специалисты компании Ауркон которых Родхук привозил в июне месяце 16-го года на территорию наших конструкторских бюро на территории Эпотехнопарка специалисты компании которая принимала участие в проектировании и возведении самого высокого на сегодняшний день пока еще небоскреба под названием Бурж-Халифа или Бурж-Халифа то есть это серьезная структура которая известна в мире которая скажем так уже реализовала в своей деятельности не один крупный инфраструктурный проект ознакомившись с технологией Юнистского они твердо приняли решение быть приверженцами данной технологии и реализовывать ее на территории австралийского континента тесно сотрудничая с нашим австралийским предприятием которого возглавляет Родхук о нашей технологии практически уже чуть ли не каждый день рассказывается новостях в средствах массовой информации печатные издания интернет-издания радиостанции телевизионные каналы то есть их уже очень много я помню еще начало весны когда мы радовались там что в какой-то районной газете Пуховичского района разместилась информация что белорусское предприятие недалеко от города Марина Горка строит это технопарк это рабочие места нам было очень радостно поверьте потому что до того момента новости у нас появлялись в лучшем случае раз в три недели или раз в день или раз в месяц после этого ну скажем так новости стали растить как гряду после дождя то есть на сегодняшний день если мы весной очень активно и весело отмечали то что нас заметил Интерфакс и написал что-то про нас и РЖД-Партнер то например во время только одного мероприятия которое проходило в Берлине РЖД-Партнер за 4 дня написал трижды про технологию Юницкого потом еще дважды дал развернутый интервью с генеральным конструктором с генеральным директором предприятия струнной технологии Матрик Дорченко сейчас недостатковой информации нет у нас периодически проходят партнерские конференции практически по всему миру сейчас очень активно развивается европейский континент Европа и по например завершении мероприятия которое проходило в Словакии летом этого года был подписан договор о тесном взаимодействии со Словацким техническим университетом целью которого является создание адресных проектов на территории Словакии и Центральной Европы в целом вот о чем сейчас идет речь на данном слайде мы просто разместили наверное одни из наиболее важных изданий таких ну может быть знаковых даже то что Анатолий Дарович Юницкого Крис Принципе который вы видели в ролике раздал на мероприятии которое проходило через неделю после мероприятий на транс в Швейцарии состоялся крупный банковский форум на котором присутствовали банкиры то есть серьезные люди как всегда называют и более 3000 экземпляров журнала в котором была статья про струнный транспорт Анатолий Дарович Юницкого легли в руки тех кто был на этом крупном форуме вот буквально недавно это там где-то 7 дней назад да в СМИ в белорусском СМИ вот она называется MyFin вышла информация о том что белорусское предприятие собирается строить дорогу в Индии то есть между двумя городами Дармсала и Маклионганж в Индии 12 километровый участок гористая место то есть там сложно строить широкие дороги там постоянные пробки потому что один из городов тот город в котором на сегодняшний день находится резиденция Далай-Лама то есть туда идет большой массовый поток паломников соответственно индусы обратили внимание на данную технологию кстати в ролике вы слышали да что специалисты из целого ряда стран обратили внимание на развитие нашей технологии и ждут сейчас предложения по адресным проектам ну например островные государства там Филиппины Малайзе и так далее но Индусы одни из первых самых активных обратили внимание на наши технологии и в этой статье если вы ее найдете говорится о том что уже специалисты нашей компании ну точнее белорусской компании приступили к изучению местности о том что потом построить предложение как сколько это будет стоить и прочее причем оплачивать готовы сам Индусы для нашей технологии это очень важно ну и буквально свежая информация из Экотехнопарка не знаю все ли ее видели или нет да но началась буквально в последнее время установка фермы на городскую высокоскоростную трассу SkyWay в будущем началась она со второй опоры потому что скажем так еще параллельно ведутся работы на анкерные опоры в ближайшее время все эти фермы будут установлены потом мы ждем решения по 15 км участку соответственно такие фермы будут устанавливаны на 15 км и на следующем году сможем продемонстрировать что из себя представляет высокоскоростной SkyWay это буквально информация сегодняшней новости то есть проект развивается да если мы год назад еще например не то что не могли таким подобным похвастать но мы часто слышали возмущение даже тех инвесторов которые стали инвестировать денежные средства с 2014 года либо те кто например в сентябре проинвестировал даже небольшую сумму а в октябре начинают говорить ну куда пошли деньги почему вы так медленно строите и так далее и так далее сейчас уже вы можете сами приехать вам есть что потрогать посмотреть то есть мы раньше особо да не кланялись в поклонах и не говорили не уговаривая всех подряд становиться инвесторами в нашем проекте сейчас мы тем более этого не делаем если вы взрослые люди если вы можете оценить масштаб да на сегодняшний день ни много ни мало участие в нашем проекте напоминает ситуацию 70-х годов и в ролике вы слышали что Крис Принципе сказал технология транспортная Skyway напоминает ему вхождение интернета в сферу коммуникаций то есть одна информационная технология под названием интернет изменила круто жизнь человечества в целом то же самое будет происходить с транспортной отрасли и жизнью людей когда будет наберена технология Skyway вот о чем говорят люди которые скажем так близки к миру бизнеса и понимают что такое инвестиции компания Skyway Capital вы видели в ролике занимается непосредственно привлечением инвестиций с целью финансирования строительства этих технопарков договор увидели подписывался между Евгением Кудряшовым который руководит компанией Skyway Capital и Анатолием Благодаровичем Юницким который возглавляет наш проект в целом компания зарегистрирована в Великобритании способствует выводу своей деятельности новой инновационной транспортной системы на мировой транспортный рынок и работает на той же платформе что и когда-то начинала свою деятельность компании Ressler Краутинвестинг Краутинвестинг позволяет людям инвестировать незначительные средства становиться совладельцами чего бы то ни было да и это что-то реализуется в огромном количестве проектов соответственно со всех этих проектов стекается к человеку прибыль или доход вот мы работаем по схеме когда обычное физическое лицо может скажем так имея незначительные денежные средства да стать совладельцами технологий пока это еще возможно то есть сегодня еще есть возможность стать совладельцами непосредственно технологий skyway который будет применяться в большом количестве адресных проектов каждый проект будет приносить прибыль и те кто будет владеть долями вот в этой технологии тот будет получать по сути дела доход в виде дивидендов с огромного количества проектов потенциально их уже несколько десятков на сегодняшний день задачи которые мы перед собой ставим они с одной стороны как говорится на бумаге выглядят простыми то есть привлечь максимальное количество людей на базе микрофинансирование в нашем проекте действительно не нужно продавать то чего у вас нет да не нужно закладывать там последние вещи или какое-то материальное имущество в ломбард и на это покупать доли нашей компании достаточно имея сумму меньше тысячи рублей российской федерации пусть начать с малого делать простые шаги и в итоге это может вам позволить стать крупным инвестором нашего проекта далее наша задача создать благоприятные условия для каждого из вас то есть фактически чтобы вы могли комфортно понять о чем идет речь разобраться в информации о компании о технологии чтобы вы могли задать вопросы которые у вас возникают как службе технической поддержки которая работает 24 часа в сутки на наших сайтах и на в личном кабинете да как и специалистам отдела информационной поддержки здесь в Москве буквально в десяти метрах от меня работает более десяти человек которые каждый день консультируют наших потенциальных клиентов тех кто уже стал нашим партнером как лучше проще это сделать как разобраться в информации и конечно же наша задача в дальнейшем сопровождать вас самыми свежими новостями всей той информации которая вам необходима ну чтобы вы были в курсе всего того что у нас происходит у нас на сегодняшний день как я говорил в начале нашего вебинара есть большое количество предложений для людей разного социального статуса для разного кошелька то есть самое простое то что я вам говорил любой человек имеет возможность проинвестировав 900 с лишним рублей Российской Федерации до долларов в эквиваленте 15 долларов на сегодняшний день стать владельцем 450 долей нашей компании пусть это немного но с другой стороны это приумножение ваших денежных средств 30 раз у нас есть так называемый дискомпт либо уровень доходности это третий столбец в данной таблице и на каждом пакете последующем который стоит дороже он больше потому что венчурная премия возрастает от стоимости пакета все таки мы имеем дело с венчурным проектом тот кто инвестирует немножко больше средства ну подразумеваем что он немного больше рискует да соответственно человек который например проинвестировал 1000 долларов в США уровень доходности по его пакету будет составлять 150 раз то есть в 5 раз больше чем человек который приобрел скажем так пакет за 15 долларов вот ну не нужно отчаяниться если у вас нет сейчас тысячи долларов вы можете выбрать любой из небольших пакетов делать простые шаги какие мы еще озвучим да и стать крупным владельцем пакета долей компании почему я выделю пакет стоимостью 1000 долларов потому что существует ну такое мнение да что если говорить о рынке инвестиций то минимум там 100 тысяч долларов и не подходи да слово инвестиции это что-то серьезное большое и так далее вот ну 100 тысяч нам нужны например для открытия какого-то бизнеса даже гораздо больше денег да недвижимость если мы планируем заняться где-то выкупить квартиру и потом она у нас может быть окупится через какое-то количество лет 5-10-15 лет да мы начнем приносить прибыль вот здесь же у нас вы имеете возможность проинвестировать сегодня незначительную сумму денег через два максимум три года получить доход либо от продажи того до тех долей компании которые вы приобретаете сегодня да потому что доли эти будут расти в цене по мере реализации технологии ее ценность для людей будет расти соответственно и стоимость долей будет возрастать вот ну а тысячи долларов это как бы более-менее вменяемые вложения как считает большинство людей проживающих например на территории СНГ да то есть уровень доходности 150 на выходе 150 тысяч далее компании потенциально 150 тысяч долларов далее я говорил о пакетах в рассрочку которые есть в нашей компании сегодня есть стандартные привычные пакеты которые мы уже скажем используем с января 2016 года и они себя включают инвестирование или скажем так ежемесячные вложения сумм от 25 долларов каждый месяц до 300 долларов то есть у нас есть рассрочка на 10 месяцев с приобретением 25 долларов пакетов на выходе вы получаете 22,5 тысячи долей нашей компании у нас есть 50 долларов ежемесячно на 8 месяцев 100 долларов на 10 месяцев и 200 долларов есть на 9 месяцев недавно появилась рассрочка под названием бизнес-тарт где вы можете приобрести пакет за 300 долларов если вы берете эту рассрочку то в следующем месяце вам нужно будет заплатить еще 300 на выходе вы получите 75 тысяч долей компании если вы в этой рассрочке сделаете платеж в течение одних суток либо в течение двух минут потому что мы тут не ограничиваем главное не позднее 24 часов вам еще дополнительно будет начислено 24 тысячи долей компании то есть суммарно это будет 99 тысяч для людей проживающих на территории стран восточной, центральной, западной Европы там где уровень дохода населения заметно выше чем в странах СМГ начиналось движение по нашему проекту были включены пакеты с номиналом ежемесячной оплаты на 10 месяцев от 500 до 5000 хороший дискомп то есть все эти люди которые инвестируют денежные средства по данной схеме становятся по сути дела миллионными владельцами долей компании то есть по сути это потенциальный миллионер далее у нас есть пакеты позволяющие приобретать доли нашей компании на несовершеннолетних детей сразу делаю оценку прежде чем сделать это действие прочитайте все условия которые есть на этих пакетах есть кнопочка подробностей эти пакеты можно оформить только на тех детей которым от 0 до 17 лет рассрочку можно погашать досрочно если вы взяли например на своего ребенка рассрочку студент и знаете что вашему ребенку он здесь потому что рассчитано на 9 месяцев а вашему ребенку через 7 месяцев исполняется 18 то лучше что вы можете сделать эту рассрочку скажем так погасить за 7 месяцев вот соответственно вы получите все эти доли компании плюс ко всему если вы скажем так являетесь человеком который информирует свое окружение о развитии нашего проекта вы имеете возможность получить дополнительный бонус как на тех пакетах под названием старт сеньор бизнес да и стабильные так и на пакетах малыша студента ну с этим можно познакомиться на нашем сайте не так давно у нас стали действовать рассрочки которые выгодны всем да но особенно тем людям которые уже владеют на сегодняшний день крупными пакетами медалей компании skyway почему потому что помимо того что после выплаты рассрочки вы получаете от 140 тысяч до миллиона 150 тысяч долей компании да эти доли плюсуются тем что у вас есть но если вы взяли например первую рассрочку соответственно все общее количество вам будет начислен 1% на премиальный счет если вы взяли вторую рассрочку то 2% суммарно от того что у вас есть если третью то 3% суммарно от того что у вас будет после того как вы эту рассрочку очень выгодные условия пакеты на транс который снова появился в линейке наших пакетов выглядит он немножко по-другому чем это было летом да вы имеете возможность в течение трех месяцев оплачивать пакеты долей компании стоимостью тысячи долларов и суммарный дисконт по этим пакетам у вас будет составлять 200 то есть выгоднее чем просто купить в классическом прайс-листе то что я выделял вы помните там было 150 раз уровень доходности здесь 150 раз уровень доходности или дисконт будет только при первой покупке этого пакета если вы не позднее чем через месяц купите еще один пакет то уровень доходности у вас уже будет 200 а если вы купите третий не позднее чем через месяц после покупки второго у вас уровень доходности будет 250 суммарно если мы сложим и разделим на для каждого покупать пакеты стоимостью от 5 тысяч до 50 тысяч долларов сша помимо того что очень выгодный дисконт и вы так же становитесь держателем миллионного пакета далее компании у вас еще есть право приехать на территорию технопарка и высадить свое именное дерево вплоть до дерева редкой эксклюзивной породы это на пакетах от 10 тысяч и выше и для людей которые являются скажем так активными нашими партнерами которые не безразличны теме дохода вообще которые с удовольствием вы хотели иметь дополнительный доход сейчас да и улучшить сторону своей финансовой жизни еще не дожидаясь выхода группы компаний skyway с пакетами долей компании вашими на мировой финансовый рынок есть пакеты для наших активных партнеров которые вы можете приобретать с бонусного счета потому что те люди которые у нас активно помогают нам развивать бизнес создают свой бизнес скажем под названием партнерская структура MLM используются элементы причем для этого не нужно заниматься чем-то тяжелым тяжелым физическим трудом да перекатывать как я говорю квадратное носить круглое кому-то что-то доказывать и так далее просто работать с информацией работать с этими материалами давать эту информацию своему окружению хорошо знакомому не очень хорошо знакомому недавно ставшими знакомыми да вот я делаю акцент на слове знакомых если вы это будете делать то вы будете скажем так получать доход по партнерской программе которая у нас с вами есть минимальная сумма 15 долларов то что я уже говорил может вам позволить если вы активно развиваете наш проект стать владельцами крупного пакета долей компании потому что бонусное начисление у нас идет на бонусный счет или денег которые вы можете выводить но также деньги он начисляется на акционный счет с квалификацией лидер это третья ступенька карьера в нашем маркетинг плане те деньги которые начисляются на акционный счет вы можете потратить только на приобретение долей компании соответственно вы накопите 200 долларов 350 долларов 550 долларов на акционном счете вы их можете снова реализовывать на пакеты которые есть в нашей линейке в стандартном прайс-весте тем самым вы будете увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте не вкладывая живых денег единожды проинвестировать на 15 долларов вас никто не будет заставлять подтверждать свою квалификацию то есть той которую вы достигли она за вами закрепляется навсегда единственно у вас есть возможность вырасти выше потому что никто не требует делать ежемесячные объемы объемы структуры либо личные какие-то закупки и у вас есть возможность получать вплоть до 20% от лично привлекаемых инвестиций из глубины до 24 уровня есть возможность получать от 0,1 до 7% от товарооборота создаваемого в структуре вас никто не может ограничить количество людей которым вы можете рассказать о нашем проекте и привлечь в наш бизнес главное чтобы вы это делали с открытой душой главное чтобы ничего не выдумывали вот ну и делали простые шаги которые рекомендуют как правило активные создатели бизнеса по партнерской программе для тех людей кто активно развивает бизнес у нас есть партнерские инструменты инструменты партнера находящиеся как раз таки в разделе инструменты партнера в личном кабинете вам вознаграждение которое можно скачать и рассказывать реферальные ссылки которые можно давать это в принципе первый инструмент благодаря которому строится ваша партнерская структура ссылки вам придется давать посредством интернета если вы не очень дружите с интернетом значит попросите человека который вас сюда пригласил помочь вам это сделать и научить лучше что вы можете сделать научиться самому это делать а потом обучать тех людей которых вы будете привлекать наш проект Если у вас есть интернет-страница и вы не боитесь, скажем так, строить бизнес в интернете, инфобизнес, то вы можете размещать баннеры. У нас в более 60 видах красивые картинки, которые разного размера. Они меняют свой внешний облик, стоя на вашей интернет-странице, в том месте, где вы их разместите. Вы можете спать, вы можете путешествовать, вы можете идти на футбол, на хоккей, заниматься тем, что вы любите. А эта картинка будет привлекать потенциальных инвесторов в наш проект и потенциальных партнеров, которые будут строить вместе с вами ваш бизнес. Потому что нажимая на этот баннер, к нему прикрепленная реферальная ссылка, человек переходит на наши интернет-ресурсы. Если он нажимает на кнопку регистрация, вводит данные, это ваш реферальный партнер. То же самое относится к разделу новостей в разделе событий нашего личного кабинета. К ним прикрепленная реферальная ссылка. Если вы эти данные даете о новостях в своих соцсетях, просто делитесь кнопкой поделиться, даете краткий комментарий и на вашей странице размещается новость, которую вы хотели озвучить. Люди, которые есть у вас в друзьях, в группах которых вы состоите, если вы состоите, заметят, что вы разместили какую-то информацию. Это не стопроцентная гарантия, что все, кто там есть у людей, перейдут на вашу страницу. Но кто-то перейдет. Соответственно, это потенциальный человек может стать вашим партнером. К инструментам развития бизнеса у нас относятся онлайн-мероприятия, которые каждый день проходят в нашей вебинарной комнате. И сегодня будет несколько. Они проходят на целом ряде языков. Я знаю, что они читаются на французском, немецком, английском, польском, венгерском, словацком языке. На языке стран Балтии проводятся мероприятия. На финском, на шведском бывают. То есть было бы желание получать информацию и давать эту информацию тем людям, носителями языка, которым они являются, чтобы они могли эту информацию получить. И потом стать вашими потенциальными партнерами. А вы им еще сделаете доброе дело, они станут инвесторами нашего проекта. Помогут нам продвинуть технологию. И тем самым еще сами себе помогут улучшить финансовую сторону своей жизни уже сейчас. Далее. К различным инструментам у нас также относятся промо-акции компании. Ну и целый ряд обучающих мероприятий, которые проходят в офисах наших партнеров в целом ряде стран. И мероприятия, которые проходят в режиме ОНО. Найти какое время и когда проходит какое мероприятие вы можете в разделе события личного кабинета расписание вебинаров. Там есть две таблички. Одна из них рассказывает о мероприятиях онлайн, такой как сейчас у нас проходит. Вторая про мероприятия, которые проходят в городах. Ну а в целом то, что мы сейчас с вами говорили, действительно это отличная возможность для каждого из вас, для людей, которые вас окружают, стать участниками крупного инфраструктурного проекта, крупного проекта в сфере инноваций, в сфере инвестиций. Проместитесь, сейчас говорят все чаще и чаще. Важно понимать, что в принципе вы принимаете участие в проекте, который в лучшую сторону может изменить жизнь людей в целом. И вам будет чем гордиться, ну гордиться скажем так в миру, да, тем, что вы приняли участие в этом проекте. Это не гордыня, а это наверное удовлетворение от того, что вы не пустили эту возможность мимо себя, да. Вы приложили какие-то усилия. Мало того, если вы строите ту же партнерскую структуру, под вами регистрируются люди, приобретающие пакеты долей компании, вы помогли людям изменить свою жизнь, потому что в будущем они могут быть очень финансово обеспеченными, благодаря тем пакетам долей компании, которые сегодня распространяются в компании SkyWayT. То есть у каждого из вас такая возможность есть. Есть для вас и есть для тех, кто есть вокруг вас. Дадите вы эту информацию тем, кто вас окружает, соответственно, вы можете повлиять на жизнь людей в лучшую сторону. Не дадите, но это тоже ваше право. Наши координаты вы сейчас видите на слайде. Я видел, что во время вебинара была какая-то переписка, я сознательно не смотрел в чат. Поговорите о возможности размещения рекламы на готовых будущих проектах SkyWay и что можете пообещать владельцам акций. Знаете, я ничего не буду обещать владельцам акций, потому что у меня нет такой прерогативы, либо права на что-то обещать больше, чем официально написано на страницах нашей компании, на страницах наших сайтов. То есть вам предоставляется возможность владеть пакетами долей компании, которые могут значительно улучшить финансовую сторону вашей жизни. Вы можете в будущем по мере реализации стройки этих дорог, когда будет приходить прибыль, получать дивиденды. Это прописано в нашем инвестиционном меморандуме, который вы можете скачать, либо прочитать прямо на странице сайта. Насчет вопроса, который задала Майя, стоимость долей и прибыль мы можем получать, не продавая ваши акции. Да, если будут, скажем так, распределяться дивиденды, это ваш доход, который вы потом будете декларировать. В каждой стране прибыль, скажем так, с акцией облагается разными налогами, и все, что будет очищено от налогов, это будет ваше. Насчет процентов от приглашенных вами людей, вы будете получать проценты при сумме привлекаемых инвестиций. Проценты в будущем от тех дивидендов, которые они там будут получать и так далее, они не предусмотрены. Но вы знаете, я думаю, уже достаточно того, что в процессе создания структуры вы будете получать приличные деньги, если вы готовы активно двигаться. Далее. В какие сроки вы знаете, деньги вы можете перечислять тогда, когда вы посчитаете нужную, потому что у нас сроков нет, мы никого не гоним метлой. Мы просто говорим, что сегодняшний дискон действует на протяжении восьмого этапа. У нас есть целый ряд платежных систем, которые могут вам помочь осуществить перевод денег, начиная от Visa и MasterCard, заканчивая такими кошельками, как WebMoney, PerfectMoney, Яндекс.Деньги и кошелек и так далее. Вы выбираете наиболее удобный для вас. Если у вас нет ни одного, значит вы регистрируете какой-то один из них, благодаря этому переводите денежные средства в свой кабинет и оформляете пакеты далее компании. Это все несложно. На сайте, точнее на канале YouTube Skyway Crypto вы можете найти видео уроки, которые рассказывают про платежные системы, про то, как осуществить платеж. Так, добавляется нам акции. Вот насчет добавляется акции, уточните, пожалуйста, вопрос. Теперь касаемо, пока вот я сейчас иду вверх, да. По вопросам хочу сказать следующее. Смотрите, у нас в ближайшее время пройдет целый ряд мероприятий. Сегодня будет сделана рассылка по базе Москвы, она была сделана в среду в Москве, пройдет презентация. В гостинице Татьяна, в зале Марины, как мы это делаем уже на протяжении нескольких месяцев подряд, два раза в месяц. То есть записаться можно, найдя новость на сайте компании Skyway Capital за 16 число. Там есть ссылочка на таблицу, в которой вы можете писать данные своих приглашенных, либо самих себя. Далее, нас ожидают мероприятия под названием «Транспорт России-2016». Оно состоится с 30 по 2 декабря в городе Москва. Это будет выставка. Само мероприятие, оно гораздо более широкое, начинается 26 числа. То есть это будет симпозиум, конференция на тему транспорта и так далее. А сама выставка, в которой мы принимаем участие, будет с 30 по 2, если не ошибаюсь. Сегодня буквально у нас была получена информация, что в течение двух дней на сайте касаемо выставки «Транспорт России» появится кнопка, по которой любой из вас сможет зайти, зарегистрироваться на данное мероприятие, ввести необходимые данные. Там нужно указать, кто вы, что вы, сколько лет, чем вы занимаетесь. Ну, просто это для устроителей выставки. И нажать кнопку, что вы будете посетителем. Вам в формате PDF, возможно, будет предоставлен билет, его надо будет распечатать и с ним прийти на эту выставку. Второй способ попасть на эту выставку – прийти непосредственно туда, как было сказано. И там можно заполнить по месту анкету и получить, скажем так, бейдж, с которым вы сможете пройти на территорию данной выставки и ознакомиться со всем, что там будет и, соответственно, с нашей экспозицией в том числе. Мы будем находиться прямо возле экспозиции, возле стенда Минтранса Российской Федерации, если не ошибаюсь, место 3.15. Более точную информацию, мы послезавтра ее получим, как что сделать. Мы сделаем рассылку наверняка по базе, где напишем, что вам нужно зайти туда, нажать это, ввести какие-то данные, распечатать билеты и прийти к нам на выставку. Плюс ко всему, в декабре месяца 11-12 числа в городе Санкт-Петербург будет проходить мероприятие конференция партнеров компании «Скалэйтед». Информацию об этом вы можете найти на сайте в разделе «События» первой международной конференции в Санкт-Петербурге. Зайдите, ознакомьтесь, если есть желание посетить данное мероприятие, оно будет проходить, по-моему, в отеле Holiday Inn. Будет два дня. Будет весело, будет интересно, будет, скажем так, хорошо. Можно посетить Питер, посмотреть на него, скажем так, зимними глазами, хотя и зимой, если не сильный ветер, и не идет какой-нибудь мокрый дождь или снег, и прекрасен. Из новостей, которые я хотел озвучить, вроде бы все, как добавлялся на нации. В случае приглашения вам людей, я вам сказал, у нас есть партнерская программа, и от суммы привлекаемой инвестиции в соответствии с маркетинг-планом, который мы будем разбирать завтра в 18 по Москве, приходите, Майя, я вас приглашаю. Мы завтра будем говорить о процентах, которые вы можете получать от своей деятельности, развивая партнерскую структуру. Да, вам будут начисляться проценты. Проценты в виде денег, точнее, проценты вам положены, соответственно, живые деньги на бонусный счет. Так, по срокам мы говорили. Ну, вот, в принципе, те вопросы, которые Майя задали раньше, я на них, вроде бы, ответил. Про билеты мы здесь билетами не торгуем. Насчет гарантий. Вот, какие гарантии мы можем предоставить, когда запустится линия Skyway и прочее. Смотрите, сказать вам, что процентно, что вы получите там свою прибыль, о которой мы говорим, кстати, не обещая. Да, мы говорим, что это венчурный проект до сих пор. Вот. Поэтому вы можете сами взвесить риски, которые вы видите, да, и принять решение, на какую сумму вы готовы инвестировать, либо не готовы инвестировать по каким-то причинам. Вот. Если вы в Питере пойдете на мероприятие, зайдите на страницу сайта Skyway Capital, да, либо личный кабинет, если вы уже зарегистрированы, в разделе событий, как я вам сказал, написано «Международная конференция в Санкт-Петербурге». Там вы можете оплатить стоимость данного мероприятия. Насчет в Питере всегда красиво? Почти. Да, вот. Когда сильный туман, там не видно, что красиво. Я просто бывал один раз в такой ситуации. Ну, судя по всему, вопросов больше нет, хотя вот тут активные переписки идут, скажем так, скрытым. Какими активами настоящие? Юрий, ну смотрите, какие активы. Все, что на сегодняшний день построено на территории Экотехнопарка, это и есть наш актив. Это собственность предприятия струнной технологии, да. Да, вот. Это уже актив. Есть помещения, да, правда, целый ряд из них арендуемых. Сказать, что мы там построили свой какой-то цех, свой завод, ну, было бы неправда. И сейчас нам это, в принципе, не надо. Наша задача разместить заказы на предприятиях, которые непосредственно являются профессионалами в реализации производства каких-то конструкций, узлов, агрегатов, которые нам нужны, да. Они выдумывают что-то свое, велосипед. И сегодня это активно используют в своей практике. Когда, если нам понадобится в дальнейшем, да, строить какие-то свои заводы и так далее, будут на это деньги, ну, тогда, я думаю, руководство нашей компании этот вопрос рассмотрит. Сейчас же цель, максимально минимизируя расходы, да, которые идут на то, чтобы, на то, что мы делаем на сегодняшний день, построить Экотехнопарк, продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и выйти на строительство дорог в целом ряде регионов, откуда и будет идти прибыль. И вы будете получать либо в виде дивидендов, либо, когда ваши пакеты долей компании вырастут, у вас, например, миллион акций, а каждая акция будет стоить 10 долларов, например, да, вы можете взять и продать десятую часть, оставив себе девять десятых. Вот таким вот образом. Реальные акции, явно, будут выпущены тогда, когда мы выйдем на котировку со своими акциями на международный рынок инвестиций и финансов. Нас иногда спрашивают, когда будет IPO, вы знаете, IPO совсем не обязательны для того, чтобы вы получали доход. Как правило, процедура IPO нужна любому предприятию, либо компании для того, чтобы максимально увеличить приток денег уже в реально существующую сферу. Например, некоторые нефтяные компании, российские сейчас, которые давно уже платят людям деньги, прибыль и так далее, и так далее, только сейчас задумываются о том, чтобы выйти на IPO и привлечь на этом IPO сумму порядка 2-3 миллиардов долларов США. Майя, а что значит, я вам, почему я не могу вам дать гарантии, если вы верите в свой проект? Я верю в проект, я верю в Юницкому и так далее, но как я вам могу гарантировать что-то? Вы себе можете гарантировать, выходя из подъезда своего дома, что все будет отлично? Надеяться на это, верить в то, что должно быть все хорошо, мы можем. Вот, но пути господни, как говорится, да? Поэтому 100% вам обещаю, что вы в 2017 году станете обладателем, там, ну и каждая ваша акция будет стоить 1 доллар США, я просто не могу. Потому что, опять же, меня никто в этом не облег, да, то есть таким правом. Вот, я так же, как и вы, являюсь тоже и совладельцем пакета долей компании, верю в то, что этот проект реализуется, и все у нас будет хорошо. Мало того, остались, как я вам сказал, считанные дни, в конце этого месяца будет уже продемонстрирована первая промышленная модель, действующая нашего транспорта на территории этих технопарков. Следите внимательно за новостями. Знаете, вот, если вы спросите большинство инвесторов, которые сегодня стали мультимиллиардерами и так далее, да? Вот вы говорите, что люди должны быть уверены, что деньги не пропадут. Степень риска при вложении их денег в какие-то проекты, которые только начинали развиваться, была максимальная. Поэтому им никто не гарантировал. А если вы почитаете книжки Киосаки, то он говорит, что из 10 инвестиций, которые я делаю, 2, максимум 3 мне приносят прибыль. В 2-3 я остаюсь при своих деньгах. И, честно говоря, процентов 30-40 там, где деньги теряют. Это говорит человек с огромным опытом инвестиций. А вы мне сейчас говорите, чтобы я вам пообещал, что вы здесь деньги не потеряете, например. Я, например, так же, как и большинство тех, кто в комнате, сейчас верю в то, что проект у нас сложится, мы, как говорится, победим, и все будет хорошо. Но у каждого есть право сомневаться. Вот и Татьяна правильно пишет, что все будет хорошо. Даже фильм есть такой. Помните, да, со сбруемым главным роликом? Там разные люди представлены в этом фильме. Один, который решает вопросы, не задаваясь там это, и понимая, что все будет отлично. А второй, который во всем сомневается и довольствуется малым. Ну, раз вы верите, что это проект будущего, почему вы тогда задаете мне такие вопросы? Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень приятно с вами было сегодня работать. В принципе, всегда приятно работать с людьми, когда мне задают вопросы. Ну, и когда просто-напросто делиться позитивной информацией с людьми всегда приятно. Завтра у нас, как я говорил, будет вебинар в 18 часов в Москве по теме партнерской программы. В среду у нас в 17 часов такая же презентация. Кстати, в среду в Москве в 19.30 у нас будет и живая презентация. Поэтому у вас есть возможность пригласить друзей, знакомых, колеблющихся. Кстати, хотите, покажу вам одну интересную вещь, пока вы еще не ушли. Действительно, когда мы общаемся с людьми, поговорив с ними и так далее, большинство людей у нас выглядит вот так, после того, как мы с ними поговорили. Не напоминает вам никого? Потому что действительно трудно поверить поначалу в то, что мы делаем. Я вам желаю, чтобы людей, выглядящих вот так, в вашей жизни было как можно меньше. Хотя, симпатичное животное. Я родился в год обезьяны. Да, записи у нас вебинаров выкладываются, вы можете их найти. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Ну и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok